Девушки отдыхают 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 Добрый вечер. В эфире канала НТВ, программа «Школа злословия», и мы ее ведущие. Татьяна Толстая. Я в доте Сминова. А у нас в гостях Михаил Борисович Меймах. Здравствуйте, Михаил Борисович. Здравствуйте, Михаил Борисович. Даже не знаю, как вас представить, потому что вы единый в очень многих лицах. Вы себя называете филологом, вы считаете филологом, как я посмотрела из некоторых интервью. Но вы больше, чем филолог. Знаете, есть такое хорошее английское слово – автор. Я не решаюсь называть себя писателем. Писатель – это писатель, оно употребляется в Англии. Писатель – это Достоевский, Толстой. А так он не говорит. Я автор. Хорошо. И чего же вы в последнее время автор? Вот самому вам что? В последнее время у меня вышли два тома, про которые в народе говорят, можно сказать, как говорят, в народе человека можно убить такой книгой. По тысяче страниц. Отлично. Это мои разговоры за 20 лет с русскими. Первый том – балетный. Я еще нашел нескольких дягилевских старых балерин. Потом бесконечные русские балеты Монте-Карло. Балетные ведь долго живут. Вот. И мне было безумно интересно с ними разговаривать. И получился целый большой том разговоров с ними. А поскольку я не только с ними разговаривал, то еще получился том – это художники, артисты, это музыканты прежде всего, композиторы. Начиналось это с людьми эмиграции. А потом я решил сейчас уже, собственно, это понятие стерлось. Не поймешь, кто эмигрант, кто не эмигрант. Все эмигранты или никто не эмигрант. Вот. И я стал разговаривать и здесь, с людьми особенно, которых я давно знаю. И вот получилось два таких больших тома. А вы сейчас, вы сам, Татьяна Савельевна, сейчас эмигрант? Нет, я вообще никогда не эмигрировал. Я поехал на 4 месяца и застрял немножко на 17 лет. Ну, можно считать, что эмигрант. Нет, ну, если считать эмигранцию, это таким волевым процессом, волевым решением, то это другое дело. Но я имею в виду, сидишь там и волей-неволей становишься... Сижу во время семестров, а все остальное время здесь. А когда вот вас в тюрьму посадили тогда, вам предлагали уехать? Нет. Нет? Меня ведь арестовали под Москвой. Две недели за мной охотились по Москве и не могли найти... Я на машине катался. Единственное, потому что я не пользовался телефоном. Я знал, что они люди ленивые и только по телефону подслушивают. Но стоило мне выехать за город, как сразу меня поймали. И повезли в Шереметьево. И привезли по ошибке такие идиоты в Шереметьево-2. Я сказал, прекрасно, вы лучше меня... Вы лучше меня отправьте, и дело с концом. Нет. Для вас у нас приготовлено другое дичь. Это какой год был? Это было очень поздно, под самый занавес коммунизма. В 83-й год. Да, это даже смешно. Но до 85-го года приходили люди. А кто у вас был следователь? Ой, у меня было два. Первый Черкесов. Он теперь специалист по наркотикам. Черкесов, я же говорил, Черкесов, да. Но с Черкесовым как-то совершенно мы только орали друг на друга. Поэтому мне дали такого добренького, другого. Кота выдали. Как это бы орали друг на друга, в смысле? Так, он кричал. Я как коммунист и чекист. Кстати, он совершенно цинично говорил. Не нашли бы у вас книги, и жили бы вы, и жили. А нашли, и все уже. А какие книги у вас нашли? Господи, Боже мой. Книги, теперь уже никто этого не понимает. Книги, изданные за границей. Это считалось антисоветчиной. Мандельштам антисоветчина, потому что там предисловие Струва и Пилифилиппова, где написано, что вот он погиб в лагере. Это антисоветчина. И Андрей Васильев рассказывал, что у Черкесова в кабинете был календарь с Сикстинской Мадонной. Знаете, я это забыл. А Андрейша помнит. Меня это как-то очень тронуло, эта подробность. Что допрашивали под Сикстинской Мадонной. Что было, ты и купил. Ага. Так, а статью вам при этом дали за контрабанду? Да или нет? Нет? Какая контрабанда? На иностранные книжки. А, нет. Нет, это антисоветская агитация и пропаганда. Да, да, да. А сколько вы просидели? Мне дали 7,5 по максимуму, потому что я не признал себя виновным. А выпустили нас около 4-х лет. Первый случай в истории Советского Союза выпустили политических заключений. Причем я считаю, что это не в процессе перестройки было. Это просто выколотили тогда из Горбачева. Потому что все, кто приезжали, Миттеран, Терчер, они первым списочек. Неудобно. Потом бы все равно выпустили. Ну вот, это годы через два, я думаю. То есть это значит, это где-то в 87-м тогда? В 87-м году. Начали выпускать. Первых выпустили прибалтийцев. С декабря. Всем первые достается? Да. Ну, ближе к западу. А вы помните этот опыт сидения? Нет, забыл. А нет, вам можно постараться забыть. Да нет, я не стараюсь ничего забывать, потому что я считаю, что все на пользу. У меня был один знакомый еще в советское время. Он сидел по делу колокола. Такое старое дело. Уже мало кто знает. И когда он отсидел свой срок полностью, тогда ведь никаких амнистий не могло быть, он говорил, это опыт, на который я бы никогда не согласился, и от которого я бы никогда не отказался. Угу. Когда он уже был. Угу. Да. Знаете, когда я туда попал, в тюрьму, когда меня привезли из Москвы, первый день мне было очень смешно. Я очень смеялся, что я в тюрьме. Я ведь от дедушки ушел, от бабушки ушел, а то вдруг я в тюрьме. Это очень смешно. Но потом уже было не так смешно. А какие условия были? Да, условия были, в общем, ну, тюрьма это тюрьма. Когда ваш дедушка Лозинский лежал в больнице, Ахматова ему как-то, Ахматова ему написала письмо в больницу и утешала его тем, что в тюрьме есть своя монастырская прелесть. Знаете, прелести в тюрьме нет. Но есть какое-то, вы знаете, мне страшно это сказать, есть какое-то отрицательное обаяние в тюрьме. Что-то есть. Я помню, помните, в Петербурге, когда едешь в сторону Выборга, в Комарова, например, там сразу не успеешь отъехать. 300 метров от финляндского вокзала там тюрьма. Ну да, конечно. Да. Это, кстати, была тюрьма-психушка. Вот там Хармцы погиб. Там, да? Да. И вот, когда мы ездили на дачу с мамой, то я всегда пялился на эту тюрьму, вот как-то она меня притягивала. А мама сказала, не смотри. Я не знаю, еще с тех пор у меня какое-то было лечение. И вот у няни нашей, у нее племянник тоже сидел по тюрьмам. И между тюрьмами появлялся и приходил. Такой голубоглазый, светленький, чаровательный. Ну, уголовник чистый. И вот почему-то тоже меня привлекало. Странно, правда? Ну, может быть, вы это предчували. А мне кажется, я вообще, в принципе, фаталистически устроена. Мне кажется, что судьба уже предрешена. До какой степени, я не знаю. И мне сама эта мысль не нравится. Но я, тем не менее, так чувствую. И многое о том свидетельствует. А раз она предрешена, значит, ты ее можешь предчувствовать, в принципе. Да, протирается это. Секреты от тебя спрятаны, но иногда дырки-то есть. Да я-то предчувствовал, надо сказать. Дело в том, что настоящее диссидентское движение было в Ленинграде. То есть, простите, в Москве. Настоящее диссидентское движение было в Москве. И здесь, как бы, было что делать. А в Ленинграде, ну, только появлялись какие-то ростки, они их сразу искореняли на корню. Дальше им было делать нечего. Что было делать? Они же должны работать, получать премии. Они хватали интеллигентов. Вот как Костю Азадовского. И когда Костю взяли, то откуда-то ко мне пришла фраза, ну, вообще, все главное, ну, откуда-то приходит. И я что-то во мне сказала, что вот я на роковой стою очереди. И еще, когда я был, ну, вот, допустим, на процессе Мрамзина, как-то вот, хотя, в общем, зал заполнялся всегда КГБшниками, ну, как-то несколько человек каким-то образом попадали в зал. И вот тоже что-то во мне сказало, что у этой судьи, которая вела все политические дела, у нее был очень красивый голос, как ни странно. Низкий, такой бархатный. И вот во мне какая-то фраза вдруг откуда-то пришла. Вот этим голосом она и меня будет судить. Так что были какие-то предчувствия. Да и, собственно, просто по ходу дела, ну, вот, ну, а кого еще следующего? Ну, наверное, меня. А почему, наверное, вас? Вы же не были диссидентом. Диссидентом я не был, но я как-то всегда никуда не помещался в советское время. Нет во мне этого конформистского гена, ну, даже минимального, чтобы как-то лавировать. Ну, все равно, ведь это не основание, чтобы сразу брать и в тюрьму сажать. Просто существует какой-то рисунок определенный. Вот Николай Павлович Акимов с моим отцом дружил. Значит, как-то они разговаривали о том, почему при Сталине вот эти-эти-эти сели, а вот совершенно такие же, вот эти-эти-эти, вот не сели. И Николай Павлович сказал, что, а, я думаю, это потому, что у Сталина была такая барочная психология, такая завитком, вот, посадил-посадил-посадил, не посади. И так далее. Вот, и правда. Безусловно. Если смотришь на... Ведь все же люди на перечет. Их же мало было, да, вот, известных, безвестных, очень много. Но среди известных, если ты сравниваешь посаженных и непосаженных, ты не знаешь, что сказать, потому что нет никаких признаков определённых. Каким образом уцелел Друзкин? Все его друзья, абериуты, погибли. Каким образом Харджиев уцелел? Непонятно. Вот тоже действительно что-то... Да, да. Иррационально-борочное. Почему Хармс всё-таки погиб? Можно было чудик-то и оставить на разводку. Пусть ходит. А расскажите про ваш балетный двухтомник. Я совершенно не ожидала, когда я услышала, что Милых написал книжку о балете, у меня это было очень страшно. Решил, что другой Милых. Да, я решила, что он как-то... Ну, балет я всегда любил с детства, всегда за ним следил. И вот так сложилось, что когда я встретил этих старых дягилевских людей, это было из какого-то вообще другого мира поразительного. Вообще, балетные люди, о них какая-то... Такое... Общее мнение о них совершенно неправильное. Что так? Это какие-то не очень умные люди, машут ногами, руками. На самом деле, они бывают людьми очень умными и очень острыми, и очень тонкими. Знаете, как тайчи и карате развивают не только тело, но и, так сказать, и разума, имеют духовную сторону. Естественно, что они очень много посвящают времени развитию тела, но такому, которое развивает и всего человека. Так что с ними разговаривать, как правило, очень интересно. Так что вот это сочетание замечательных разговоров и их отношения вот к этому какому-то волшебному миру, все это было для меня очень интересно. А с кем вы первым встретились, вот вы говорите, когда встретил этих... Ну вот, одна из первых была Александра Данилова, так называемая Шура, Шурочка, одна из любимых дягилевских балерин, потом была Анчинских, она была женой, была Анчина некоторое время. Вот, потом, сегодня их имена широкой публике мало что скажет, но в свое время это были очень знаменитые и замечательные люди. Ведь русские балеты Монте-Карло, которые сменили дягилевские, они досуществовали до послевоенного времени. Да, это я знаю. А вы читали книжку Гаевского и Гершинзона? Разговоры о балете? Как вам? Очень интересно. Она замечательная книжка, совершенно выдающаяся. Она много больше, чем разговоры о балете. Да, да. Ну, это, ну... Гаевский всегда так, извините, она просто читается, как приключенческий роман. А второй том? Второй том, там главная музыка. Там наши композиторы «Три кита авангардизма», Шнитке, Губайдулина, Денисов. Да. Много разговоров с Геннадьем Николаевичем Рождественским, который, кстати, когда была презентация в Большом театре, он ее представлял. Много разговоров с Гидоном Крэмером и со Слонимским, с Тищенко. Было очень интересно разговаривать, но расплата была страшная, потому что превращать устную вещь или речь в письменную – это тяжелый труд. Да, это исключительно тяжелый. Вам это известно. И это, знаете, это настолько тяжелый, что я отказалась вообще от того, чтобы давать какие-либо интервью, потому что никто не умеет это делать. Я могу сама это делать, свою, свою листь, не чужую, но только я должна писать эти интервью, и это совершенно труд, который себя не оправдывает. А вы читаете, как называется ваш курс, который вы читаете? Университетский. Да, университетский. У меня много курсов. Раньше у профессора было три часа, а теперь семь с половиной. Я преподаю старославянский, древнерусский. Я ввел то, чего не было, поскольку меня приводит в ужас безграмотность студентов, то я ввел такие общие курсы, которые были у нас, а там их никогда не было. Это введение в языкознание и введение в литературоведение, в теорию литературы. Ну и плюс у меня такой обычно спецсеминар по поэзии или по каким-то писателям. Вот сейчас, чтобы изучить комментарий Щеглова к Ильфу и Петрову, я преподаю «12 пульев» с большим удовольствием. И читаю этот замечательный том-комментарий. Я, надо сказать, недавно перечитала эту книжку и обнаружила, что это замечательное. Замечательное. Замечательная проза. Абсолютно. Фантастический юмор, но главным образом он ценится именно за юмор. Половина разошлась в крылатых словах. Но это еще и очень хорошая литература. И там что-то странное происходит в «Золотом теленке», потому что он начинается блестяще, и пол романа совершенно просто головокружительно, а потом он начинает разваливаться. Немного, да. Вот с того момента, как он догоняет там Корейка, на этой самой железной дороге, он не сыпется. Потому что если вводится мораль в плутовской роман, то пишет пропало. А там даже не мораль вводится. Там непонятное что-то происходит. Как только они встречаются с Корейкой. А мораль-то еще нужна была советская. Вот так, да. Все сразу умирает. Там композиционно все посыпалось. А как только ты допускаешь сильную фальшь, цыплется все. Но где-то композиция разрослась, где-то еще какие-то сюжеты там идут не к черту. Короче говоря, существует внукшение какая-то структура у плутовского романа. Есть закон жанра. Если ты начинаешь его слишком искажать в какую-то сторону, вот, например, в ту сторону советской морали, то что-то лопнуть должно. Она не может... Литература не держится на ерунде, вот, на гнилом таком вот. Не можете кирпич заменять на резинки. Михаил Борисович, а что вообще вот с ними произошло? Да, вот они вместе написали, как бы, полтора гениальных романов. Один и половина второго. А дальше что? Дальше Эльф умер. Петров как-то держался долго, но потом его сломали ведь. А потом он погиб в авиакатастрофе. Он в авиакатастрофе? Да, вот это я не знала. Во время войны, да. Он был на юге, в Севастополе, делал там какие-то репортажи. А потом его везли... Он летел в Москву. И там поразительная история. Она известна. Пилот забавлялся тем, что разгонял коров. Вот тень от самолета падла на коров. Они приходили в ужас. Он нарочно стал вот их подлавливать и врезался в курган какой-то, в какой-то холм. Бред? Бред, действительно. Абсолютно. Какую-то особенность национальной охоты, я сказала. Да, да. Вы говорите, что его сломали в смысле... Политически. Политически, да. Понимаете, поразительная в этом смысле история его брата, который то что писал, а потом взял и просиял, как просто... Алмазный венец. А вы как относитесь? Вы не любите Котель? Я обожаю Котель. Нет, я бы не мог сказать, что его любил, но когда-то мы все читали там Парус в детстве. Оставим даже Парус. Вот этот поздний Котель. Венец. Знаете, там как-то он, по-моему, не совсем удачно старался стать вот таким авангардистом или полуавангардистом каким-то. Вот это как-то не совсем удачно. Вы думаете, он старался стать авангардистом? Вы знаете, у меня есть на этот счет объяснение. Он не прочитал, по-моему, западных, так сказать, ну вот китов авангардизма или модернизма, не авангардизма, а модернизма, конечно. Ну тех же Пруста или Джойса. Он брал это из кино. Вот я чувствую, что это Феллини, которого он пытается сделать в прозе. А мне кажется, что не в этом даже дело совсем. Дело в том, что это не... что тут совершенно не нужно прочитать и, соответственно, переварить. Он по времени рождения и по времени литературного формирования должен был, так сказать, исторически быть одним из модернистов. Но тут пришла советская власть и начала душить. И вот она у него стояла четырьмя ногами, шестью, значит, на груди, душила, душила, душила. Потом, наконец, отвалилась. И он, наконец, вздохнул и сделал то, что должен был сделать раньше, на 30 лет раньше. Но поздно, поздно. Правильно. Но для этого не нужно... Вы давно перечитывали? Для этого не нужно их читать. Тогда, когда это появилось. А вы сейчас его откроете. А тем более, знаете что? А тем более, знаете, какой-то сияющий писатель. А кроме того, во-первых, это совершенно замечательно и на кого не похоже. Вся советская, будто бы очень диссидентская критика, которая была очень направлена, в этом есть какая-то бессильная злоба, я бы сказала, демократических критиков 19 века. А вот он не точно процитировал Эмерека. Да, плевал на точную цитату. Он пишет про свой мозг, про свою душу, про свою личность, про свою бл-б-б-б, который воспринимал это так. Это его прочтение этих строк имеет право. Мы с вами тоже не помним строчки наизусть, и совершенно мы не являемся энциклопедией, где точно все зафиксировано. Сделаю-ка я спецкурс по нему. Это лучший способ что-нибудь изучить. Ого! И, кстати, у вас уже действительно, поскольку у вас уже имеются полные, полноценные примечания, то вы можете мучить студентов, как вам забыли. Я никогда не понимала ужаса Ахматовой, которая, значит, проклинала Георгия Иванова за его петербургские зимы. Потому что, да это не важно, что она так не говорила или другую так не говорила. Там же образ эпохи создан. Ну, когда по свежим следам про вас вот напишут, такой же крик будет. Это все нормальная реакция с вами. Нет, я понимаю. Это их внутренние проблемы. Да, это другое совсем. А вы любите Георгия Иванова? Я очень ценю его поздние стихи. Я думаю, что не один я. Предсмертные, да. А его молодые стихи мало интересны. А проза вот эта его мемория? Честно говоря, не бог весь что. Ну, для нас уже, так сказать, которые при этом не стояли, конечно, это интересно. И зима им все равно. Фантазии на тему, да. Проясные фантазии на тему. А стихи Адамовича поздние, вам нравятся? Очень ценю. Очень ценю. Мне тоже очень нравится. И тоже, кстати говоря, юношеские, ничего интересного. Вот когда они были жоржики оба, оба писали какую-то ерунду. Да. А к другим нашим великим поэтам как относитесь? У вас какое предпочтение? Ну, из этого нашего известного набора. Ну, Ахматовой я просто занимался. У меня довольно много о ней написано. Я все-таки ее застал чуть-чуть. Занимался я Мандельштамом. Занимался немного Хлебниковым. И, конечно, лучшему талантливейшему поэтам нашей эпохи для меня остается Бродский. От Светаева Пастанак? Ну, это, так сказать, то, что уже вошло в сознание, что... Вот смотрите, вы ни про кого не сказали «люблю». Вы сказали «занимался» ценю. Или «ценю». Вы не сказали «люблю» того-другого. То есть вы не на технологическое расстояние? Нет, Бродского люблю. Люблю-люблю. Ахматова люблю. Вы Друзкина любите, да? Очень. Это очень близкий, дорогой мне человек, который в большой мере меня сформировал. У него странная судьба, да? Он действительно как бы до сих пор так и не выкликнутый крупный философ. Да. Я когда читала эту книжку, мне было очень тяжело, но у меня просто мозги куриные. Это же не для меня чтение. Тем не менее, я понимаю масштаб этой фигуры. А почему вот он как-то так провалился? Вы знаете, его ранние писания, собственно, его философия написана эзотерическим языком. Он взбунтовался против традиционной немецкой философии и поэтому отменил все традиционные термины и вот пользовался простейшими словами. Это, то, оба одно, вот этот наш мир, это вот это, горний мир, это то. И вот дальше начинается жонглирование этими терминами. Поэтическое, собственно говоря, он пришел к тому, что нету отдельно этого и нету отдельно того. Вот в каком-то, в каком-то, так сказать, акте, акте любви, акте веры, вот они становятся единым. И тогда вот это и есть то самое. Там стены-то нет, действительно, на мой взгляд. А вы как относитесь к потусторонним? Ой. Как Надежда и Норь? Я человек грешный. Неважно, это мы все грешные и обязаны им быть даже, я бы сказал. Ну, вот, может быть, все-таки Друзкин дал мне какую-то прививку, закалку. Короче, в бессмертие души-то верите? Да. Ну вот. Да. И на что рассчитываете? Реинкарнацию? Вы знаете, я не, так сказать, если начинаешь рассчитывать, она тут же упала. Да, тем не менее, вот вы же слышали от судьбы сообщение о том, что вам, может быть, предстоит, так оно и предстало. А здесь, как вы думаете, вы вернетесь? Вот как говорила Ахматова, ну, я предупреждаю вас, что я живу в последний раз. Значит, черт какой-то ее подлог этот толкал, она знала, что последний. Ну, у нее, может быть, завершился какой-то. Может, она свои, там, семь или девять. В реинкарнацию я верю, потому что у меня были совершенно безошибочные опыты. Например, однажды в Средней Азии я поехал около Бухары посмотреть такой один памятник. Медресе, крохотное, меньше вот этого пространства. Ну, там все есть. Там и вот эти кельи по бокам, посередине прудик, дерево растет. И вот я вошел в эту ограду, и со мной что-то случилось. Я был на небе. Я чувствовал какое-то такое невероятное состояние блаженства. Вот я два часа там провел, не мог уйти. Потом уже стало темнеть, надо уходить. Я ушел. Нет, не могу. Я вернулся, ушел, оно стало, так сказать, как слабеть. Вернулся, опять это на меня нахлубило. Ну, что это может быть? Что я там уже когда-то был. И в Японии я себя так же чувствую. Вот этот театр «Но», где они говорят этими голосами, тоже на меня поток блаженства изливается. И вы там были? Да, я думаю, что да. Нет, это безусловно, вообще иначе ничем это объяснить нельзя. И у меня тоже есть 3-4 таких момента, которые никак не встраиваются. Некоторые из них есть воспоминания. Некоторые вот как бы дежавю, то, что вы описываете, что я здесь был, я это знаю. И такие у меня есть. А другие как воспоминания, которые не являются ни сном, ни, так сказать, нигде не увидены, не прочитаны, не посмотрены. Они из другой колоды карт. Да. И они очень сильные. И они никакого значения и смысла не имеют. Это просто воспоминания. Михаил Борисович, а какая будет ваша следующая книжка, как автор? Следующая книжка должна быть по моей старой специальности. По трубадурам. Я когда-то написал книгу для широкого читателя. И она дошла до чистых листов. И в это время у меня стали начинаться неприятности. Ее рассыпали. Готовая для тиража. И сейчас я ее чудом нашел. Я думал, что она не сохранилась при обысках, при всем вот этом. Сейчас вдруг она вывалилась откуда-то из моих залежей. Кроме одной страницы, как всегда. Ну, для порядка. И дело в том, что это развивающаяся область. За это время очень много было сделано. Это ведь такая поэзия эзотерическая. И ее надо, в сущности, заново переписывать. Вот, надеюсь, этим заняться теперь. Я не могу, конечно, не спросить о вашем эпизоде с Анатолией Геннадьевым. Ну, что тут можно сказать? Ну, есть же еще слово «честь». Оно такое полузабытое. Ну, вот, я должен был как-то вступиться за свою собственную честь. Должен был вступиться за честь моих близких. И вы подошли к нему на конференцию и дали ему... Это было на ярмарке во Франкфурте. Я там была, но все упустила, конечно. Слава Богу, потому что ничего приятного в этом не было. Нет, я люблю такие вещи. В чем? С нами нам произошло что-то странное. Вы знаете, это какая-то не просто гнусность, а гнусность такая с подковыркой. Он ведь был замечательный поэт. Он был, в общем, замечательный человек, пока что-то с ним не случилось. Мы были близки. Он очень много обо мне знал. Я очень много о нем знал. Когда вот он стал заниматься прозой, я, по-моему, напрасно. Потому что он был очень хороший поэт, но в результате он потерял и поэзию, и прозу. Потому что прозу он писать не умеет. Я не знаю, как вы, как профессионал, относитесь к этому профессионально. Сложно. Вот, и... Это же мемуар, а не проза. Когда он... Нет, у него же есть, так сказать, фантазии. Отдельные произведения. Вот когда он начал писать еще в старые годы, он попросил мои дневники. Вот, мол, памятник эпохи. Я ему давал читать мои дневники. Потом все это переехало без спроса его сочинения. Вот, и когда какие-то дорогие, интимные для меня вещи, вдруг из них, так сказать, делается какая-то супер гнусность, я думаю, что я поступил правильно. Какие-то чудовищные комплексы. Вот еще что странно, что какие-то... То, что он знал обо мне, он каким-то образом на свои какие-то комплексы проецирует. Вот что довольно дико. Ну, а, собственно, может... Наоборот, самое естественное, это и есть. Тут чужая душа потемки. То есть это очень странный, действительно, странный линия для меня попросить дневники и затем их без разрешения включить. Это... Ну, у меня не оставалось выбора. Вот и все, что можно об этом сказать. А вы были как бы вот одной компанией, да? Вот Найман, Бродский. Ну, я был младше. Ну, как-то, в общем, да. Это было очень мне тяжело и грустно. Вы знаете, когда моя ладонь упала на эту щеку, которую я много раз целовал, вот как-то, как бедный Йорик, знаете. Я почувствовал тепло это. Это было очень грустно. Вы знаете, у меня был другой подобный опыт еще совсем давно. Но был такой пианист Люши Куни. Очень хороший пианист. Он победил на конкурсе Чайковского. Тогда полагалось одну награду давать своему, одну чужому. Это же на их жаргоне называется примус начальники. Да, да, да. Вот. И он приехал давать концерт в Ленинград, в филармонию. И вот как-то случилось, что я с какими-то тоже более старшими моими друзьями, еще мне было лет 14, наверное, вот попал к нему в артистическую, молодой, сияющий. И всем пожимает руку. И я запомнил тепло вот этой руки, разогретой еще игрой. И потом Мао Цзундун ему отрубил руки, чтобы он не играл, так сказать. Что вы делаете? Чего не надо. Да, да, да. И вот когда я прочитал, то сразу вернулось это тепло этой руке. Ужасно. Не знаю, мне-то представляется история про то, как один русский литератор дал пощечину другому русскому литературу. Она мне представляется в высшей степени эстетичной. Потому что как бы так и должна была всегда происходить русская литература. И, собственно, так она и происходила. Была ведь замечательная история, замечательная, так сказать, фраза, сказанная, он чуть ли не Лозинским. Когда Гумилев дал Волошину пощечину, то Лозинский процитировал Достоевского. Достоевский прав. Звук пощечины действительно мокрый. Ну, сейчас я смеюсь, но тогда это было очень тяжело и очень печально. Нет, ну, справедливости ради надо сказать, что я думаю, что рецепиенту, наверное, тяжелее и печальнее. Знаете, он довольно глупо... Я вышел сразу, но мне потом говорили, что он на это сказал, что будь он моложе на 30 лет, он бы знал, как поступать. То есть смысл какой? Что он драться бы стал со мной? Как-то путается драка и пощечина. Пощечина – это символический жест, это совсем, так сказать, нежелание прибить. Это была бы очень смешная история, если бы они подрались. Милых с Найманом подрались бы. Тогда это была бы, конечно, уже дуэль с Гумилёва, с Калушиным. На мясорубках. Да-да-да, абсолютно. Михаил Борисович, спасибо. Простите, кстати, есть такой замечательный филолог, и, кстати, считается скандалистом, он, Рероном. Но у меня со всеми скандалистами всегда были наилучшие отношения, и с Харджием, и с Ронаном. Он мне написал письмо после этого, предлагал быть секундантом. А дуэль не состоялась. Я вообще за возрождение дуэлью, абсолютно. Для этого надо быть дворянином. Вы знаете, мне кажется, что это вот то, что вы сейчас говорите, это чистый формализм. Нам уже не до дворянства, понимаете? Просто мне кажется, что введение дуэли спасло бы людей от такого количества подлости, которые они себе позволяют, просто сама возможность вызывают. А для женщин как? Я считаю, полное абсолютное равенство. Я с удовольствием бы нескольких парней вызвала бы на дуэль, понимаете? Нет, а с женщинами вы бы как поступили? И с женщин тоже. А вот я древнолюб плюнул, публично плюнуть. У меня была пара, вот вы насчет пощечина, а я больше выступаю по плиткам. С вами очень интересно, господа. Хорошее окончание. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое. Школа злословия – это, может быть, кто-то забыл, что это название романа Шеридана. Я ожидал, что меня тут будут в клочья раздирать и оставят от меня мокрого места, но этого не произошло. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»